привет вы на канале яхты на колесах меня зовут антон а мы в москве на проспекте мира 150 и за моей спиной matrix 670 sl supreme и сегодня мы его посмотрим но есть еще один немаловажный момент это новый fiat ducato и впервые в москве matrix на новом fiat ducato идем смотреть итак начнем с того что поговорим про обновленный fiat ducato мы в кабине здесь у нас как раз основные изменения снаружи поменялись по сути только фары это на первый взгляд этого не скажешь но на самом деле они поменялись там светодиодные стали визуально тоже есть небольшие изменения если рядом так смотреть то можно это заметить а вот в кабине в кабине изменений много первое что бросается в глаза это конечно же измененный дизайн руля раньше у нас круиз-контроль управление круиз-контролем находилась на под таком дополнительном рулевом переключатели сейчас же у нас только справа как обычно чаще всего на машинах у нас включается омыватель и управление дворниками слева у нас управление парами и поворотниками все 3 рычажка нету потому что перенесен круиз-контроль полностью на руль здесь у нас и круиз-контроль и speed limit вот на этой изящные панельки это первое стало это все похоже в целом на то что у нас на mercedes только что это не сенсорные панели слева у нас управление бортовым компьютером здесь тоже поменялся и визуально дизайн и сам принцип организации вот этого интерфейса тут естественно мы можем включить крупное отображение текущей скорости или же выбрать там остаться оставшись сколько у нас топлива осталось на сколько километров посмотреть там засечки какой-то километраж но все как обычно но просто изменился по сути визуально дизайн или же вот можем например видеть показатель в каком положении находится коробка у нас коробка у нас автоматическая девятиступенчатый автомат от chrysler вот здесь тоже изменился блок вот этих кнопок визуально мы можем это заметить он стал таким тоже изящным глянцевым правда вот это глянцевая немножко более марка но в целом выглядит более современно дефлекторы вот эти воздуховодов тоже поменялись чисто визуально все еще сохранилась вот эта вот подставка для телефона для бумаг зажим он находится как и был раньше здесь у нас может быть новая мультимедиа данной конкретной комплектации и и сейчас здесь нет просто потому что ну такая машина была заказана но если вы будете заказывать matrix на новом fiat ducato то можно заказать сразу сюда с новой фиатовской мультимедиа можете в предыдущих обзорах по ссылочке в описании в ролик и посмотреть мы делали обзор на машину с новой мультимедиа по центру же у нас управление кондиционером в данном случае у нас тут нет климат-контроля то есть мы не можем просто выставить температуру но это вопрос конкретной комплектации в случае когда вы здесь тоже будет обновленный дизайн если вы закажете комплектацию именно с климат-контролем какие еще остались изменения по сути по сути у нас только вот ключ обновлен также ключ зажигания раньше у нас были просто такие кнопки но в принципе чуть другой дизайн а сейчас сделано вот закрыть двери большая кнопка с логотипом просто и ниже кнопка открыть но это в данном случае свободные места также хочу еще вернуться и сказать что сейчас здесь установлен в новой версии датчик дождя соответственно у нас дворники могут работать в автоматическом режиме и у фар тоже есть режим авто то есть датчик света датчик дождя здесь у нас присутствует в старых фиатах датчик дождя не так часто появлялся хотя там как-то супер опционально можно было заказать но сейчас это уже время идет вперед это становится такой базы и еще опционально установлена камера заднего вида от даме тика тоже не касается самого нового фиата просто здесь конкретно в яхт на колесах установили вот эту камеру от dometic с отдельным монитором монитор может быть выведены сюда если у вас установлены штатная мультимедиа в целом но здесь вот так конкретно история сложилась то есть можно поставить любую мультимедиа выводить сюда выводить разделить это но если у вас это разделено то в принципе например камера как вы видите может работать и включаться отдельно даже с не включенной задней передачи как например в данном случае этот вопрос уже кому как удобно опять таки если вы будете заказывать такую модель вы можете попросить это все собрать так как требуется именно вам ну и раз заговорили про камеру стоит отдельно еще сказать про помощники которые в целом присутствуют в этой машине у нас здесь уже привычный traction плюс это по сути такая курсовая устойчивости от фиата особая продвинутая помощь при спуске система информирования о потере полосы что на самом деле ну как бы она называется контроль полосы она там в каких-то комплектациях здесь сейчас не знают только на трассе можно проверить если честно но иногда там подруливает чуть-чуть иногда нет но не то что это сильно важно все-таки просто есть возможность то что информирует это помогает когда вы например долго едете начинаете засыпать и вот вы чуть-чуть теряете полосу у вас машина достаточно громко пищит и вы просыпаетесь со мной такое несколько раз было когда ты чуть-чуть тебя начинает вести и машина тебя так раз и напоминает но если вдруг вам это мешает вы можете отключить просто эту систему если там она вам в данный момент не нужна также здесь у нас есть возможность на экране настроить чтобы у вас отображался знак скорости последний который вы проехали то есть камера считывает и отображает на приборной панели действующий знак по ограничению скорости и круиз-контроль как я уже сказал ранее он здесь у нас адаптивный и перемещаемся в жилое пространство кресло у нас поворачиваются и мы попадаем в столовую группу как мы можем видеть отделка салона у нас здесь кожа комбинированная с тканевыми вставками касательно того сколько у нас здесь пассажирских мест два человека два ремня безопасности в кабине два ремня безопасности у нас в столовой по ходу движения и еще одно боковое место здесь у нас тоже есть вот режим ремень безопасности то есть пять человек у нас находится в дороге в движении здесь касательно спальных мест их тоже 5 или как я в принципе сказал бы 4 плюс 1 полноценные спальные места мы разберем чуть позже сейчас про вот это вот плюс 1 дополнительное можно сказать стол у нас сдвигается и опускается раз и все и соответственно здесь у нас из подушек получается вот это вот дополнительное спальное место спать на него в целом нормально она полноценная по длине но все равно когда вот это все собирается столовые группы не то что удобно скорее бы я сказал что это какое-то гостевое но тем не менее matrix это уникальная получается такая модель чтобы в премиальном сегменте достаточно премиальном сегменте у нас было столько спальных мест достаточно редко это так делается чаще все таки считается что если машина премиального сегмента то там должно быть два ну максимум три спальных места чтобы люди комфортно размещались но у нас часто в россии любят чтобы было побольше спальных мест чтобы побольше людей путешествовать могли сразу вместе вот такая коммуна получается передвижная и поэтому наверное матрикс и является таким бестселлером российского рынка про столовую группу здесь мы как располагаемся тоже в принципе пять человек спокойно поместится потому что два человека развернулись в кабине стол конечно не то что сильно большой но тем не менее есть место где сесть спокойно вот еще сбоку диванчик вот так стол сдвинули и здесь еще угловой на котором спокойно поместится два человека движемся дальше основное спальное место это электрическая опускаемая кровать встаем у входа нажимаем кнопку и кровать поехала вниз воля честно говоря мне больше нравится когда есть возможность опускать кровать просто руками но многие любят так чтобы с комфортом кнопочку нажал подержал и кровать сама опустилась пишите в комментариях ваше мнение как лучше электрическое или механическое мне кажется такой вопрос абсолютно вкусовой дискуссии но а мы в данном случае получаем и и в ручном режиме и в электрическом полноценную кровать двуспальную есть вот такие бортики они у нас пристегиваются наверх и чтобы никто не упал если есть у кого-то тенденция к выпаданию то эти бортики вас защитят для того чтобы вам здесь было комфортно интимность пространство обеспечивают вот такие шторки то есть кровать от общего пространства мы можем еще отгородить шторкой в остальном в изголовье у нас есть вот такой фонарик сенсорная сенсорный выключатель просто касаемся панели здесь такая накладка на магнитке и свет включается касаемся еще раз выключать многие часто задаются вопросом а можно ли войти и выйти из автодома если у нас опущена кровать давайте посмотрим вот я присел и открываю дверь таким образом чисто технически войти и выйти можно но то есть если вот таким образом нагнуться или же присесть открыть дверь и выйти дверь полностью то есть не перекрыта но в полный рост пройти невозможно потому что она как раз таки в полный полностью закрыта но вот лишь по этот уровень тут уж поэтому судите вы сами насколько это комфортно и возможно у у всех разные габариты разные возможности кому-то это подойдет кому-то нет давайте чуть подробнее про дверь и входную группу дверь у нас от фирмы hartel центральный замок когда мы нажимаем на ключе у нас запирается в том числе и вход в жилое пространство есть москитная сетка когда летом вы хотите проветривать пространство на чтобы не налетали мошки комары можно легко перекрыть дверь за как москитной сеткой и на двери есть мусорное ведро которое вот таким образом снимается и можно пойти выкинуть на самом деле кажется что наличие мусорного ведра мелочь но мелочь немаловажно потому что часто вот когда мусорного ведра нет каких-то более простых моделях ты так а где а куда и вот приходится куда-то на дверь где-то еще вешать какой-то пакет все это не очень эстетично если есть хотя бы маленькая ведерко то уже есть хотя бы куда элементарно мусор скинуть далее у нас при входе есть место для расположения телевизора и телевизор у нас здесь тоже установлен в данном случае вот такая небольшая диагональ но в принципе это место опционально позволяет поставить куда больше до 32 дюймов по моему сюда помещается диагональ потому что телевизор вот таким вот образом раз и поворачивается но конкретно здесь было принято решение сделать такой кронштейн чтобы ну то есть на этот же кронштейн установить маленькую диагональ чтобы ничего не разворачивать но сам кронштейн позволяет вот так вот телевизор выдвинуть вперед в проход развернуть в сторону например спальне как вам будет удобно над телевизором у нас пульт управления 7 системе жизнеобеспечения авто дома здесь мы можем например вот так вот раз и отключить все общее освещение и включить его уже дальше с помощью выключателей включить по зонам там где мне нужно мало того по мы можем регулировать освещение зажав кнопку она диммируется на нужную яркость можно так вот подержать кнопку и отрегулировать более мягкое освещение или же после вот так вот нажать и включить на максимум сразу же возвращаясь к пульту здесь же у нас мы можем включить отключить там насос посмотреть заряды аккумуляторов посмотреть сколько у чистой грязной воды там и температуру за бортом температуру внутри на проща здесь у нас 21 градус на улице минус 3 но по ощущениям наверно даже побольше просто вокруг машины как-то тепло там не знаю где датчик находится потому что в принципе показывает сейчас минус 5 рядом пульт управления печкой аль да то есть у нас здесь жидкостное отопление теплые полы а вот как раз здесь она у нас и показывает минус 5 кухня над рабочей поверхностью есть два шкафчика открыть эти шкафчики можно с помощью с помощью системы push open нажимаем шкафчики открываются далее рабочая поверхность вот такая немножко г-образная впереди у нас чуть-чуть выдается мойка и закрывается на вот такой дощечкой чтобы увеличить рабочую поверхность просто квадратная металлическая мойка также кран хочу обратить внимание вот таким образом поворачивается в нужную сторону удобно будет налить какой-то там фильтр бутылку но все что для чего может понадобиться поворотный кран также слева есть такая металлическая полочка чтобы поставить какие-то баночки все что вам понадобится на кухне чтобы она потом куда-то по жилому пространству не летала но наверное все таки лучше это убирать внутрь когда у вас какая-то большая дорога потому что на кочках мне кажется может и подправить не знаю дальше плита конечно же металлический вот такой вот элемент газовая на три огня с электроподжигом внизу у нас еще ящики раз два и три они три у нас здесь дверка и просто место для хранения когда мы нажимаем на ручки они превращаются вот в такие как бы обычные ручки как у комодного какого-то ящика и например когда мы не находимся в движении просто стоим на стоянке живем мы можем на них не нажимать и у нас будут постоянно доступные ручки но когда мы поехали нажали и зафиксировали все ру все ящики у нас с доводчиками и слева еще есть ящики в этот раз два и три еще три полноценных ящика то есть на кухне в принципе место для хранения всякой кухонной утвари и запасов еды предостаточно с противоположной стороны у нас холодильник тетфорд 140 литров объемом внутри у нас морозильная камера есть это общий объем 140 литров холодильник работает от газа и электричества 220 12 вольт далее у нас раздельный санитарный блок слева душевая кабина а справа туалет и все это отделяется от всего жилого пространства с помощью вот этой двери когда мы ее открываем она фиксируется в открытом положении и отделяет но вы скажете не все же дежилое пространство на отделять есть еще спальна да если вы встаете из спальни то вам эту дверь например закрывать не нужно но если вам нужно создать полную интимность например для душевой кабины которая в принципе только стеклянные такие дверки прозрачные то у нас есть еще вот такая и полноценные две двери у нас создают вот этот санитарный блок поперек как бы машины душевая кабина как можно заметить в целом весьма компактная но для одного человека здесь место для таких походных условий достаточно двери вот так закрываются с высотой по росту проблем нет мой рост метр восемьдесят и над головой остается еще сантиметров 15-20 сколько то ну можете сами примерно оценить и даже если у вас ваш рост под два метра у вас проблем здесь не будет душ просто на вот таком треке установлен и подсветка включается у нас за этой панелью конечно же здесь у нас есть тоже отопление обогрев вот мы можем видеть радиатор здесь у нас спрятана радиатор печки айда туалет у нас стэдфорд с электросмывом и конечно же здесь у нас есть раковина вот такая чаша установленная на столешнице ну и также на столешницу установлен кран есть место для всяких генических принадлежностей вот такой вот шкафчик и внизу еще один шкафчик тоже для каких-то туалетных принадлежностей есть подсветка за зеркалом вот такая фоновая и на треках установлены светильники которые можно переставить или допустим добавить юсби розетку я много раз рассказывал у нас во всех новых машинах от адриа там премиальных и даже в сан ливингах есть вот эти трековые светильники которые можно снять переставить добавить туда где вам нужно еще дополнительный светильник светильник или же другой модуль поставить на трек например юсби зарядку если она вам конкретно здесь нужно то есть я как-то здесь розеток не наблюдаю юсби в туалете но на трек например вы можете сюда установить юсби модуль и вот здесь вот еще одна полочка такая вот с резинками заряжать какую-нибудь бритву если вдруг вам необходимо основная спальня здесь у нас слева и справа полноценные большие матрасы и есть еще посередине возможность все это соединить то есть вот такая вот дощечка выдвигается металлические опоры для нее чтобы там тяжелые люди если на обопрутся ничего никуда не отломилась сюда кладется еще дополнительно подушка и это все превращается в огромную по сути такую трехспальную кровать ну или просто большую двуспальную что у нас здесь еще здесь у нас по периметру шкафчики тоже push open открываются в изголовье и есть в ногах с одной стороны вот такой вот еще ниша с резиночками и там у нас юсби розетки несколько зон освещения один выключатель включает только внизу ступеньки и также у нас включает тут раз можем отключить все освещение в жилом пространстве спереди и отключить освещение здесь в спальне и также можем это освещение диммировать что еще интересно в изголовье есть трековые тоже светильники вот так вот раз раз и здесь же у нас как раз таки тоже вот юсби модуль о котором я говорил например чтобы заряжать телефон на трек мы ставим вот такой модуль ниже у нас в ступеньке есть место для хранения вещей а во второй ступеньке не просто место для хранения вещей а это как бы ящик который при этом еще выдвигается из багажника то есть вы можете такой как портал использовать между багажником и жилым пространством вот эту вот ступеньку вы что-то кладете в сначала загружаете вещи в багажнике например а потом можете достать отсюда и наоборот с правой стороны у нас просто два вот таких вот ящика один поглубже другой помельче а слева у нас гардероб есть вот такая дверь мы ее можем так вот раз раз и открыть туда спрятать и что-то повесить достать положить но чтобы было удобно вешать вещи здесь есть кнопка мы на нее нажимаем и у нас вот эта часть кровати вот таким вот образом поднимается и как мы можем видеть выезжает вот такой механизм и сюда мы можем повесить вешалки например костюм пальто что-то повесить и потом просто вот так вот нажать и она сама с помощью этого электрического механизма опустится вниз в гардероб но если нужно что-то по-быстрому все еще достать положить вниз они повесить то можно просто открыть вот эту дверь там естественно есть освещение она включается автоматически когда мы открываем еще один важный момент у нас здесь двойной пол как я уже сказал отопление аль да то есть двойной пол подогреваемый есть вот такая небольшая ниша в зоне кухни который можно что-то положить в эту нишу а чуть дальше мы можем получить через еще один такой же лючок доступ к баку с чистой водой то есть бак у нас плоский и расположен по центру автодома что нам позволяет перевозить сразу больше воды в дороге потому что он не создает там перевес на какую-то сторону и это никак не повлияет на ходовые качества и как бы в любом случае лучше когда он все сбалансировано вот он в теплом полу находится здесь бак с чистой водой и серый тоже 150 литров объем бак снаружи у нас по правому борту самого начала идет лючок электрификации здесь у нас подключается антенна внешне если на вам она необходима и здесь у нас подключается 220 вольт от земли и сюда же вы можете положить например удлинитель переходник все что нужно для электрификации в этот отдельный специальный лючок и все это вот таким образом закрыть у нас новые ручки уже последние там два года вот эти вот идут на матриксах одной рукой все удобно поворачивается очень классные ручки дальше соответственно вход дверь здесь у нас естественно есть ступенька электрическая которая вот так вот раз и раскладывается вообще здесь не очень высоко можно за шагнуть и даже без ступеньки далее вентиляционное отверстие холодильника и кассета биотуалета такая раз 20 литровая кассета ну и далее у нас багажник гараж удобная тоже ручка одной рукой открывается потянули открыли все вот в таком положении можем дверь зафиксировать здесь у нас есть тоже подсветка с двух сторон с обратной стороны такая же дверь это же подсветка здесь у нас подлежат сейчас коврики и вот как раз подушка про которую я говорил она которая у нас увеличивает кровать и соединяет воедино она сейчас лежит багажнике здесь полиэтилене что еще в багажнике интересного здесь у нас ящик про который также я говорил вот он мы его можем так вот раз выдвинуть а когда задвигаем он оказывается в ступеньке и здесь у нас есть еще уличный душ например там помыть велосипеды собаку вот сюда подключается душ и мы можем воспользоваться им на улице также у нас здесь есть розетка 220 вольт и 12 вольт для зарядки но и конечно же вот эти вот рейлинги на которые мы можем с помощью которых на крючочки на вот эти вот колечки мы можем фиксировать груз в дороге если это необходимо естественно багажник у нас отапливаемый радиатор альдо он проходит между жилым пространством там спальней и багажником и тепло сюда тоже поступает и внизу есть еще один вот он радиатор мы можем его также здесь видеть также у нас на правом борту опционально установлена маркиза мы и вот здесь вот раскладываем и получается что перед автодомом у вас есть еще такая дополнительная веранда летом это очень удобно и все всегда в кемпингах и не только в кемпингах используют это это очень классно когда есть дополнительный вот такой навес к маркизе можно пристегнуть дополнительные стенки и по сути получить еще дополнительное жилое пространство по левому борту у нас газовый отсек здесь у нас устанавливаются два газовых баллона от них у нас работает холодильник иногда если необходимо от них работает газовая плита и конечно же жидкостное отопление альдо это выпускное отверстие печки альдо и заливная горловина чистой воды матрик 670 сл supreme мы сегодня с вами посмотрели как уже сказал премиальная модель от adria новый fiat ducato цена на данный момент сейчас здесь в москве 13 с половиной миллионов также у нас есть телеграм-канал у яхты на колесах там можно задать какие-то вопросы пожелания к следующим роликам увидеть различные лайфхаки так что не забывайте подписываться пишите в комментариях ваше мнение на тему этой модели и также не забывайте подписываться на канал канал яхты на колесах меня зовут антон до новых встреч пока ваше мнение